всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в наших краях какой супермаркет не зайди обязательно найдете на полках с полуфабрикатами такие фрикадельки замотанный в сальник классный при обжарке этот сальник жир этого сальника вытапливается поверхность получается очень классные красивые сами фрикадельки тоже должны быть вкусными но не знаю почему но во всех этих полуфабрикатах и фрикадельках и в готовых сырых колбасках надо обжаривать это просто фарша валя на какое-то чудовищное количество всякой хрени не имеющий никакого отношения к мясу там и сои и крахмал и какая гороховая мука чуя антиксиданты и фосфаты вот я не понимаю зачем фосфаты в такие изделия добавлять ведь заведомо известно что они будут обжариваться при высокой температуре это же не колбаса для которой возможен брак бульонный отек антиксиданты на хрена ведь они все равно весь этот свой фарш в течение одного-двух дней распродают короче я пошел на рынок своему знакомому колбаснику и попросил его провернуть через мясорубку выбранные мною окорок классный жирком такой и попросил у него сальник кстати знакомьтесь с колбасниками у моего например на прилавке с роду никаких сальников не лежит обязательно спрашивать и тогда он из под прилавка достать на самом деле из холодильника короче для сегодняшнего рецепта мне понадобится фарш из окорока сальник лук чеснок булочки а для соуса сливы чили перец и пряности прочитайте короче поехали у и на сразу раскачегарить а сам займусь фаршем если вы фарш не магазине будете покупать а сами готовить то лук чеснок можно тоже сразу пропустить через мясорубку но я порублю не хочу мясорубку пачкать так теперь соль перец не перемешать вот из этого можно лепить фрикадельки но угли загорелись можно параллельный соусом заниматься воды совсем чуть-чуть только-только чтобы сливы не пригорели и И в таком духе все остальные. Все, фрикадельки подготовил. Теперь все-таки надо довести соус до ума. Сейчас тщательное отделение косточек и шкурок от мякоти внутренней, от будущего соуса. Ну, красота! И обратно возвращая на огонь, нужно выпарить лишнюю влагу и довести соус до желаемой густоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и этого мало. Ещё гранулированный лук и чеснок. Ну, и соль, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот когда загустеет, тогда я буду доводить до вкуса. Может понадобиться сахар или винный уксус, может быть, соль ещё. Сахар или винный уксус в зависимости от того, насколько сладкие или кислые сливы. Чтобы с фрикаделиками было удобнее возиться на углях, насажу их на шпажки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, пожалуй, можно приступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, слива отличная, поэтому, может быть, чуть-чуть сахара, но, наверное, не буду. Он больше кислый, чем сладкий. И такой островатенький. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, даже если у вас будет сладкая слива, то при таком способе приготовления она даст много кислоты. Поэтому не гонитесь, особенно за кислыми. Вот серьёзно говорю. В конце концов, выправить на вкус можно практически любой продукт, какой вы получите. Соль, сахар, винный уксус. Яблочный уксус, в конце концов, будет вот так. У меня, например, очень получилось хорошо. Ммм, обожаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, долгожданный момент пробы. Соусы навалил, конечно, не пожалел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, в Барселоне на Рамбле, улица такая, пешеходная, вернее так, она проезжая с боков, там, короче, там, короче, кто-то, 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 кто-то будет в Барселоне, там обязательно побывает. Там есть одно заведение, если идти от центра в сторону моря, с правой стороны, буквально не доходя, наверное, рынка, там продают вот такие длинные бутеры, называются они там флаута, в переводе с каталонского флейта. Похоже, правда? Поехали. Слушайте, черт возьми, почему нельзя в магазине делать такие фрикадерики, а? Не вваливать туда никаких вот этих вот крахмалов, сои, фосфатов, ну, зачем-то. Это просто вот мясо, пряности, лук, чеснок и вот эта вот сеточка жировая. Чума, просто чума. Классный, насыщенный вкус мяса. После гриля ароматным ка. Ммм, чудо. Извините. А с таким соусом, это просто бомба. Да и так буду за кадром, готовьте, наслаждайтесь, спасибо за компанию, всем пока. Да, и не забудьте там поставить лайки, дизлайки и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Новые видео выходят по понедельникам и пятницам. Всем пока. Как вкусно, а? Ммм.